Девушки отдыхают С наступающим, друзья! Итак, сегодня в выпуске. Интервью с DJ Phil'ом и краткий обзор мероприятия Alpha Future Awards. Интервью с такими музыкантами, как Omnia, Abstract Vision, Кристина Новелли и Джесс. А также краткий обзор выступления A-Moon на фестивале Трансмиссия Хэллоуин, который прошел 1 ноября в клубе Space Moscow. Поехали! Кого из российских музыкантов мог бы выделить как наиболее конспективную музыку? Ну, в частности, из артистов я как-то подразумевал, например, российскому ребяту. Я не знаю, что... Ну, я бы сказал, что от клубов пока далеко, потому что не делается ничего... Ну, вот так вот. Такие может быть делается, может быть, не делается в должном количестве. Или, может быть, я это, например, не вижу в этом со своей колокольни. Для того, чтобы ты, повесив афишу в городе Таганрог с этим именем, чтобы простые Таганрожцы, которые будут проходить, чтобы они понимали, о чём вообще это. Ну, а в плане продакшенов, если бы, как сказать, делают ли они какие-то успехи, есть ли у них перспективы? У Аймуна, я знаю. Ну, с Аймуном я больше знаком и больше знаком. В том числе, я там и ремикс сделал на меня, то есть, более планово сотрудничество. Да. 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 А с Айрстатикой, наверное, сложнее, потому что, в общем-то, здесь уже достаточное количество времени присутствует на, скажем так, на сцене. Он, наверное, выступал в виртуальной сцене. Вот. Но при этом нету вот движения как-то, что да, вот. Вот вчера я не получал некоторых игроков, и позавчера, и позавчера тоже не получал. И, мне кажется, месяц назад я тоже не получал некоторых игроков. А вот Аймун, например, он регулярно чего-то кидает. Вот, он активен. И это, соответственно, хорошо и неплохо, если по какой-то причине ты переставишь этот текст. Нет. Может быть, ты и пишешь, например, но переставишь их рассылать. Например, ты переставишь их рассылать, потому что, например, ты всегда кидаешь, и тебя, например, человек не поддерживает. Ну, и ты перестаешь его кидаем. А для меня, например, я всегда получал. Получал, что мне нравилось, положим, это немножко не мое, но в целом... Ну, немножко не мое, но я как бы. Ну, многие, знаешь, диджей никак по любому принципу даже. Если не нравится, там, первая форма, вторая форма, они будут относиться к этому. И все. И от этого, наверное, больше ничего не получается. Тут уже, да, как бы... Ну, это зависит от того, что количество... Просто если очень много материала, очень много материала, ты начинаешь здесь написываться, ну, это когда его очень-очень много, а когда его просто много, то это нормально. Сейчас много пишут в музыке, много пишут в музыке не очень, много пишут в музыке очень, хороший, средний, нормальный. Поэтому, в целом, разгребать... Если ты не амбюр, в целом, разгребать хром и аймэр, ну, это, я думаю, большого труда, глобального не составления. Филип, открыт ли ты для совместных работ с молодыми музыкантами, которые вот еще не добились? Да, да, вообще без проблем. Если... И есть примеры треков, которые мы делали с ребятами, и которые еще вот впереди, то же самое Анатолий Концевич, который нынче Ян Спейс, у которого, кстати, там был релиз на «Армаде», и вот будет впереди еще трек на «Армаде». Он вообще попокалист и мелодист, по сути. Но с русским и английским пройти на Запад достаточно сложно, поэтому он переквалифицировался там музыкантом, например, и «Армаде», соответственно, выпустил треки, именно как музыкант. Но в целом, вот в свое время, как года три назад, он мне просто прислал дэнку, и я сказал, как бы, классно, давай. Он спросил, сколько денег надо? Потому что все остальные хотели денег. Я говорю, ну, не надо. Вот, классно, и тогда не надо. Нет, на самом деле это так. Не вижу никакого смысла говорить о деньгах, если это сотрудничество двух творческих людей, если это сотрудничество того, кто зарабатывает деньги, второй там, кто делает, это одно дело, ну, какое-то. Это равноценное сотрудничество. Оба пишут, оба придумывают. Все, соответственно, вопросы, как водили. Да, и у него одного есть, и у другого нет, но зато у вас есть таланта у другого гораздо больше, чем у того, у кого, например, есть имя, например, я могу сказать. Точь саматория, мелодичного таланта, гораздо больше, чем у меня, потому что он, плюс у него музыкальное образование, и у каких-то местах прочее. Поэтому, да, вообще без проблем. Ну, как ходить сейчас трек, у меня есть, если российский, по Make One, например, у меня с ним тоже трек готовится. Есть музыканты здесь, Карлы Броунинг, который сейчас менее активный, но был активный. Арминова играла тогда, тоже мы сейчас с ним совместный трек делаем. Ну, нет, все возможно. Вот вообще без проблем. То есть это не какой-то маркетинговый ход, типа с популярным артистом я сделаю, а с там непопулярным я сделаю. Не могу. Всем привет, меня зовут Диджей Фил, специально для студио блога Section One. 1 октября мне довелось побывать на первой премии Alpha Future Awards. Началось все традиционно с пресс-конференции, где впервые был показан автор муви фестиваля Alpha Future People. Далее журналисты музыкальных телеканалов и разных сообществ активно штурмовали звезд в плане интервью. Премии вручали звезды отечественного музыкального шоу «Биза», такие как, например, Николай Тимофеев, экс-участник группы «Дискотек Авария». А среди приглашенных звезд можно было встретить Дмитрия Филатова и Алексея Осокина, известных по проекту «Филатов и Карась». После самой премии гостей ожидали диджи-сеты от «Бобина» и «Смэш», но их, к сожалению, я не застал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выражаю огромную благодарность Екатерине Максимовой за предоставленную возможность побывать на премии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Впереди вас ждут интервью с «Омни» «Абстракт Вижн», «Кристина Новелли» и «Джесс», а также краткий обзор моего выступления на фестивале «Трансмиссия Хэллоуин» в Москве. Всем привет! Сегодня у нас в гостях два классных парня. Это Женя, известный всем по проекту «Омни» и Михаил Филимонов, известный всем по проекту «Абстракт Вижн». Жень, давай начнем с тебя. Пара вопросов буквально. Помнишь ли ты какой-то, может быть, как-то, если выразиться, переломный момент в своей карьере, который тебя привел к тому, где ты есть сейчас, чем ты занимаешься? Помнишь ли ты день, когда ты проснулся с другом? Блин, вот на самом деле нет, не помню, потому что я занимался продюсированием треков довольно продолжительное время и, то есть, ну скажем так, я постепенно, да, доходил до какого-то там уровня или я не знаю, как это назвать. На какой же трек вот стал именно ключевым каким-то, который ты вот можешь обозначить? У меня было несколько ключевых моментов. Прежде всего, наверное, первый трек — это был ремикс на Армина в 2009-м на «Never Say Never». То есть первые ротации в «State of Trans» и, в принципе, в итоге трек попал в «State of Trans» в топ-20 года, что было очень круто. Затем я бы выделил трек с Сюзанной, «Closer», потом трек «Fusion» и... Ну, в общем, я не могу сказать, что был один трек, который появился там, типа, и все случилось. Поэтому, ну, мне кажется, это здорово, и я могу продолжать экспериментировать, потому что все эти треки, они были довольно разноплановые, и... То есть если на сегодняшний день мы говорим, да, о том, что какой трек принес больше, типа, там, больше реакции, то я затрудняюсь ответить, какой именно, потому что все они были разноплановые, и мне удалось собрать довольно разнообразную публику. Ты представляешь транс-музыку, ты пишешь транс-музыку, ты играешь транс-музыку. Как бы, какие, может быть, стили или группы ты предпочитаешь слушать в свободное время, просто как бы, как увлечение? Какими стилями электронной музыки ты увлекаешься помимо транса? На самом деле я слушаю очень много разной музыки, и не так уж много транса слушаю. Мне очень нравится в последнее время... Вот мне очень нравится последний альбом Narrow. Мне нравятся совершенно различные там рок-н-рольные коллективы. Мне очень нравится классика рок-н-рольная. Мне нравятся U2, Oasis, The Verve, старые добрые электронные коллективы, типа The Chemical Brothers, Depeche Mode. Почему бы и нет? И, не знаю, я не разделяю на самом деле музыку, типа там, на артистов. Я просто разделяю ее на то, что мне нравится или не нравится. Я стараюсь слушать много разной музыки, и стараюсь на самом деле слушать не, скажем так, не ту музыку, которую я создаю. Потому что если ты слышишь совершенно иную музыку, у тебя есть возможность черпать какие-то элементы и использовать это в своем звучании. На самом деле все так делают. Миша, то вопросы, в принципе, будут те же, что и Женя. Помнишь ли ты переломный момент в твоей карьере, который тебя вот привел к тому, что ты успешный транс-продюсер, что ты выступаешь на фестивалях регулярно? Вот, в общем. Ну, в принципе, наверное, наиболее переломный момент у меня произошел с трека, который был подписан на лейбл Estate of Trans, трек под названием «Кинетик». Вот, то есть именно с того момента стало поступать очень много предложений по поводу ремиксов, выступлений и всего того прочего. Вот, в принципе. В общем-то, да, с трека «Кинетик», можно сказать, началась такая новая отчетная точка моей карьеры, где я уже стал более профессионально подходить, наверное, к своему делу. То есть до этого, ну, можно сказать, я таким образом серьезно не воспринимал как-то все то, что происходит, как бы не заморачивался над именно, как бы, этой карьерой. Какие стили электронной танцевальной музыки ты слушаешь в свободное время? Что, какие стили тебе нравятся, может быть, группы какие-то определенные, там, где ты черпаешься вдохновение, там? Да, ну, кроме непосредственно транс-музыки, а конкретно стилей прогрессив транс, оплитный транс, мне очень нравится направление хард-стайл музыки, то есть и, в частности, представители, да, то есть этой школы, ну, то есть, как бы, кого из последних могу назвать, это Ран Ди, который написал замечательно, и один из моих самых любимейших хитов последнего времени, это гимн к фестивалю Defcon One, вот, это, не знаю, Zatox, это Brennan Hart, то есть, в таком плане Headhunters, ну, Headhunters, да, в последнее время немножечко, да, как бы, ну, тем не менее, как бы, да, их старые работы, старые работы именно от Headhunters, то есть, мне очень нравится. Миш, ну, и, так как ты знаком с нашим проектом Section One и слышал альбом Viva Hardcore, скажи свое мнение, буквально, может быть, ну, кратко как-то обрисуй впечатление от альбома и вообще в целом, как бы, как-то можно о проекте пару слов. Ну, прежде всего, хочу сказать, что проделана была грандиозная работа, очень профессиональная работа, то есть, это, прежде всего, тех, тексты, это вокал, это, в целом, преподнесение материала, то есть, это звучание, все на высшем профессиональном уровне и, в принципе, как бы, ассоциируется с лучшими электронными артистами, скажем, легендарными электронными артистами в этом жанре, такими, как, скажем, там, Scooter, Public Domain и каким-то, ну, в этом духе, то есть, артистами. Супер, на самом деле. Дорогие друзья, у нас эксклюзивно для студио-блог сегодня были Женя Омни и Михаил Филимонов в Абстракт-Вижн. Ребята, спасибо огромное, что уделили своим временам. Кристина, помнишь ли ты самый переломный момент в своей карьере, который тебе привел к тому, чем ты сейчас занимаешься, как бы, какого уровня ты теперь, там, звезда, то есть, что-то такое. Кристина, помнишь ли ты самые важные моменты в твоей карьере, которые привели к тому, чем ты сейчас занимаешься? Да, окей. Для меня, все очень важное, с начала до того, как и сейчас. Для меня, если все, конечно, Concrete Angel, когда моя музыка стала танцовая музыка и я коллаборировала с огромными дейджами, но это было очень-очень важно для меня, когда я решила, чтобы для Кристины все моменты были достаточно важные, но, пожалуй, с первым был важный момент, когда она начала исполнять хитическую музыку, и в нее появилась хитическая версия Concrete Angel, потом она появилась танцевальная версия этого трека. Пожалуй, самый переломный момент был, когда Кристина перестала быть исключительно вокалистом, но не диджеем. Итак, от диджея до того, как я сейчас, каждый раз, когда я сплюсь, это совершенно разное, поэтому для меня это очень важно, и жизнь меняет каждый раз, когда я диджею. С этого момента она диджееет, и каждый раз это очень важное для нее событие. Кристина, скажи, пожалуйста, какие музыкальные стили или группы ты любишь слушать в свободное время, то есть, которые не связаны абсолютно ни каким образом с той музыкой, которую ты исполняешь? Какие генеры музыки любишь слушать в вашей свободе время, или какие банды в частности любишь, которые не связаны с музыкой, которую вы играете? То есть, когда я пишу, когда я пишу музыку, это всегда акустик-based. Так что, например, сейчас я слушаю... Я люблю Эд Шерен, но это не танец-музыка, но я люблю Эд Шерен, Джей П Коопер, Лаурен Хилл, Джонни Каш. Так что это зависит от того, что я имею в виду, что я люблю слушать музыку. Но я также люблю Дип Хаус, транс, хардкор, техно. Музыка, для меня, это моя жизнь. Кристина слушает абсолютно разнообразную музыку, то есть, от хардкора, Эд Шерен, и из всего этого она черпает вдохновение для всего того, что она исполняет и играет. Кристина, следующий вопрос. Ты выступала сегодня на трансмиссии. Скажи, какие эмоции испытывала? Что понравилось? Может быть, что-то, может быть, не понравилось? Окей, сегодня вы играли на трансмиссии. Какая твоя впечатляет этого ивента? Что понравилось и что не понравилось? Это мой первый раз в Москве, в России, и я думал, что это было хорошо, как очень хорошо, и фанатов, как в таких людей, они везут, что-то, как-то, 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 как-то. Даже, как-то, я играю на моем-сейклем, «Саместар» сегодня. И я играю, что новое, так как я не ожидал, что все знают, и, понимаете, их руки были в воздухе, люди, которые танкают, которые танкают, Это был первый раз, когда Кристина приехала в Россию. И что я особенно впечатлила, это реакция публики. Все любят прыгать, активно поддерживали на сцене. Вообще все было классно. Кристина играла свой последний сингл «Same Stars», еще более новую музыку. Она не ожидала, что эта музыка будет знакома здесь. Тем не менее реакция была удивительна. И вся команда здесь справилась отлично. Так что ей очень понравилось. Отлично, Кристина. Ну и последний вопрос, который, возможно, заинтересует многих начинающих, возможно, транс-продюсеров, состоявшихся уже в той или иной степени, которые, например, заинтересованы, возможно ли как-то записать с тобой совместный трек, что-то типа коллаборейшн сделать какой-то. Итак, последний вопрос. Многие вы ожидали, что это может быть от транс-продюсеров. Это возможно, чтобы коллаборировать с тобой? Как это делать? Как ты, в целом? Или просто в целом? В целом? Да, я имею в виду, в прошлом году, я делала много и много коллабораций. Я был в студии, нон-стоп, много и много транс-продюсеров, просто работали с другими людьми. Этот и в следующем году, я фокусирую на мой альбом, и просто делаю много продюсеров и писать нон-стоп. Ну, у Кристины был достаточно серьезный и занятый график, то есть в этом году и в прошлом она записала совместные треки с множеством диджеем. Сейчас она фокусируется на своем альбоме, так что в данный момент она занята. Но когда она справится с этим, то есть, да, пожалуйста, любой может обратиться, она рассмотрит как-то. А куда можно обратиться? Когда они отправили коллаборацию? После весна. Где? О, где? Извините, я думал, когда. Две... Две... КАТ! Окей, sorting... Эм... КАТ? 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 Всем привет, ребята. Мы снова в Space Moscow. Сегодня у нас Джесс, и мы готовы задать ей пару вопросов. Привет, Джесс. Привет. Помнишь ли ты самый переломный момент в своей карьере, который тебя привел, возвысил как-то... То есть, что-то типа такого. Ты помнишь, что ты на самом деле себя начинающим, но это шутка. Серьезно? Да, да, потому что, знаешь, это очень компетитивно, много работы, и ты всегда должен встать к высокому уровню. Так что я делаю. Когда ты чувствуешь себя молодым и вот таким как бы начинающим, то это заставляет тебя больше работать и достигать новых уровней. Для меня, в первую очередь, самый крупный сингл. Это было «Мотерсикл». Конечно. Это «Воис» на «Мотерсикл». Да, это «Россия». Да, это «Россия». Да, это «Россия». Да, это «Россия». Конечно. Конечно. Но я никогда не делаю шоу без этого. Нет. В общем, было «Мотерсикл», да, было и потом очень много треков. Классных. Ну, то есть, можно читать «Мотерсикл». Ну, один из стартов точно, да. Так. Ну, второй вопрос. Следующий вопрос. Джесс, скажи, пожалуйста, какую музыку ты любишь слушать в свободное время, которое никак не связано с той стилистикой, в которой ты работаешь? Ты понимаешь? Нет. Я очень люблю, как это звучит. Как ты думаешь? Да, она не русская. Я не знаю. Как ты думаешь, музыка изменилась? Он спросил о твоей муси. Как ты слушаешь, когда ты не работаешь, не в студии? Может быть, радио, или музыкалеры? Стайлы, группы, bands. Может быть, вы любите Justin Bieber, или Screex, или, я не знаю, Матсин Карикс? Или, может быть, Капкалоп. Нет. Я слушаю много певцов, песни, вы знаете, песни. Потому что я очень люблю. Мне нужно быть с губом-бом-бом, и я всегда выживаю брия. И также, я дружусь, и я микрофон, и прохожу в губом-бом. И, так как я делаю, но мне нравится, как мы помогаем. Я люблю, как-то, уникальный, как будто бы типа по певцов в страну, И эта музыка была просто очень простой. Поэтому я люблю слушать... Потому что хорошая песня всегда превратится в хорошую танцевальную песню. Это, наверное, даже больше мое любопытство какое-то. Джесс, как ты относишься к хард-дэнс культуре, к хард-дэнс-музыке? Хард-дэнс-музыка, хард-стайл, джамп-стайл, хард-корн. Что ты думаешь о этой музыке? Я люблю, я думаю, что она хорошая в фестивале. Я думаю, что она хорошая в фестивалах. Она хорошая в фестивалах. Но не для холл. Но я тоже люблю, что она хорошая в фестивале. В общем, на фестивалах это хорошо, но только там. Последний вопрос. Ты сегодня выступала на фестивале-трансмиссии Хэллоуин. Какие у тебя впечатления? Что понравилось? Что, может быть, не понравилось? Ты просто выступала на фестивале-трансмиссии Хэллоуин. Что ты думаешь о том, как ты чувствуешь? Что ты любишь? Может быть, что ты не любишь? Нет, что я не любила. Многие были очень любые и очень любые. Я провела сочетание за очень долгое время. Я получила много сочетаний. Я делала несколько новых песков. У меня есть песок. Я вернулась с «Том Фолл», и «Космик Гейт». И они всегда плачут. И когда они плачут с нами, это лучший ощущение. Так что я любила. Я люблю сегодняшнюю публику, потому что самое главное для меня это то, когда я пою свои новые треки. И я вижу, что люди их тут исполняют. «Том Фолл» была композиция из «Космик Гейт». И я вижу реакцию. Я вижу, что им нравится. Они поют. И это для меня самое важное. Спасибо, Джесс. Спасибо большое. Привет, это Джесс. И вы смотрите «Секцион 1» студио блог. Да. Спасибо большое, Джесс. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот и всё, что мы хотели показать вам во втором выпуске, друзья. К сожалению, в данный выпуск не попали наши постоянные рубрики «Chosen One» и «Question and Answer». Но мы обязательно их вернём в следующем выпуске. Напоследок немного информации о предстоящих моментах, связанных с «Section 1». Наш новый сингл под названием «44» почти готов и будет выпущен в ближайшее время. Долгожданный mashup «Always hard and loud again» увидит свет уже в следующем году, а именно 18 января. Превью уже доступно на нашем официальном канале. Ну и в завершение хотелось бы поздравить всех с наступающим Новым Годом. Дорогие друзья, мы желаем вам счастья, здоровья, любви, удачи и побед в новом 2016 году. Пусть сбудутся все ваши мечты. С наступающим Новым Годом! Ставьте лайки и подписывайтесь на новые видео. Заглядывайте на наш официальный сайт www.section1music.com А также не забывайте про наши соцсети Facebook, Twitter, VK, SoundCloud, Instagram, Promo DJ и Periscope. С вами была группа Section 1 в лице ее участников Саша и Муна и Дэйва номер 8. Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok